друзья приветствую вас на своем канале меня зовут настя лосева это канал рецепт вкусной жизни мы сегодня на даче я устраивала вот такую двойную теплицу так как появились первые сходы я вам обязательно покажу что у нас зашло но и соберем урожай какой урожай соберем тоже обязательно покажу так что досмотрите ролик до конца а если интересует вас вкусная домашняя зелень как ее вырастить на огороде или дома то не забудьте подписаться на канал ну что давайте расскажу вам про теплицу обещала вам прошлый раз рассказать про устройство окон значит окна у нас я напомню что у меня 8 метровая теплица 8 на 3 метра и устроены в ней три грядки средняя грядка 90 сантиметров шириной и вот у меня здесь проход такой ну где-то метр двадцать и до конца идет вот эта грядка и в торце еще вот так тоже грядка расположена раньше ее не было но вот в прошлом году позапрошлом году я сделаю еще эту дополнительную грядку но потому что мне не хватало места видите у нас снег до сих пор а в теплице уже появились первые всходы я вам обязательно оставлю сейчас видео и фотографии первых всходов теплицы что у меня тут сошло поэтому я устроила вот такую двойную теплицу все понакрывала дугами там еще сходы сходов нет вот на этой грядке потому что она холоднее видите на к снегу соседствует со снегом северная сторона вот это южная на южной грядке я через неделю еще посею и на ней быстренько все взойдет она прогрета будет но все равно будет с разницей чтобы мы успевали съедать весь урожай и вот здесь вот уже появились сходы щавель проснулся редиска начала сходить и так вот эти подъемники значит это масляные подъемники дуся сам я вам оставлю ссылочку где вы можете их приобрести если заинтересуетесь у них настраивается а там сбоку есть дырочки и можно настроить температуру от которой они поднимаются автоматически там масло расширяется получается и подъемник открывает форточку у нас таких форточек 2 в крыше и получается одна форточка простая окно вот там в торце просто его можно открывать на несколько положений вы видите сейчас что вот эта форточка 2 открыта просто в первую которая сейчас показала там открыта дверь поэтому на нее дует холодный воздух и она не открывается а вот эта форточка автоматически открылась потому что температура выше 15 градусов и у нас так запрограммировано что выше 15 градусов она начинает открываться для того чтобы здесь ну не погорела все что происходило проветривание когда нас нет и вот здесь вот муж закрепил металлическим тросиком это для того чтобы от ветра она не поломалась дело в том что мы однажды приехали после тайфуна и форточка была выгнута в другую сторону и закрыться уже не смогла от сильного ветра и и поломала металлический тросик удерживает от этих вот сильных порывов ветра но и соответственно вот это дуся сан она тоже может сломаться от того что ее резко раз как бы расширяют вот поэтому это как бы профилактика того чтобы они не ломались они у нас служат уже пятый год вместе с теплицей мы их покупали поэтому но стоит того в те времена когда вот вы уезжаете летом может все это регулироваться так здесь все накрыто там все накрыто и еще вам покажу что же у меня здесь уже взошло мы еще раз сейчас все полили принципе на неделю можно это теперь оставлять а хватит и влаги и тепла и уже к следующей уже конечно будут такие нормальные сходы вот и посею вот здесь ну а теперь давайте посмотрим что взошло но и напомню кто не все смотрят мои видео что вот здесь вот у меня находится вот такие мишки с травой в которой я буду высаживать огурчики огурчики я на днях уже посею и в первых числах апреля они у меня сюда приедут жить в эти мешки это на ранний урожай у меня здесь три мешка но я скорее всего буду сеять два огурца а третий пойдет хотя для кабачков тоже уже приготовила ну пусть будет может быть что-нибудь еще сюда посею или три огурца потом пересажу на грядку обязательно буду вам показывать как я буду их сажать ну вот здесь у меня стоят два ящики ящика которые я прошлый раз наполняла органикой это ящики готовятся для кабачков два кабачка я всегда сажаю говорю что на ранний урожай но на самом деле эти кабачки у меня плодоносят до самой поздней осени вот таким образом я их поливаю каждый раз поливом грядок для того чтобы они хорошо компостировались компостирование происходит только во влажной среде когда развиваются микроорганизмы микроорганизмы живут когда влажно и вот здесь тепленько хорошо так мягенько насыпем немножко земли и посадим кабачки два кабачка тоже посею буквально на днях так что следите за видео моими не забудьте подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропускать их получать оповещение я вам покажу как я буду сеять и высаживать кабачки на прошлый раз уже выкопали вот здесь вот дорожки тропинки и все опять засыпала с головой грядки у нас 30 сантиметров высоту и вот в некоторых местах их и не видно то есть с головой все опять снегу и снег такой жесткий в некоторых местах прям нас держит вот здесь тоже мы пока солнце яркая очень в теплице вообще жарко аж невозможно пригревает можно это сауну устраивать здесь аккуратно идите скользко на этом месте знаю давай попьем и вот нашу площадку опять все замело она уже тогда ставила а сейчас получается опять сколько тут габионы метр до высотой полметра ну вот по полметра снега считайте лежит на этой площадке и самое что плохое некоторые эти веточки жимолости поломала жимлость опять в этом но она конечно восстановится посмотрим катаклизмы природы от них не уйдешь теплица наша кормилица в этом году видимо теплести на теплицу большой будет этот большая ответственность поскольку грядки непонятно когда оставит этот снег когда что можно будет сажать слава богу я томаты только-только посеяла и у них у некоторых только еще начали появляться петельки ну потому что сажать еще очень рано перцы то давно посеяла буду дома их держать там немного перцев баклажанов а томатов и 50 корней сажаю поэтому в них их сложно конечно дать им много грунта ну вот такая такая у нас погодка в владивостоке чай пойдем попьем белочка пришла белок у нас тут много он скачет вам не подойдет скорее всего мы просто показывала зимой вот сюда вот насыпали всякие орешки семечки ну и так как у нас вот здесь корейские сосны или как мы кедры называем на самом деле это не кедры кедр сибирский у них у него мельче орешки у нашего вот этой корейской сосны у него орехи намного крупнее наподобие кедровых орехов только крупнее и шишка крупнее вот и у нас здесь вот эта кедровая полоса и получается белки застригают шишки прям с веточками и поэтому у кедров у наших мы их кедрами называем сейчас кто-то конечно будет ругаться что это кедры я уже все объяснила мы для короткости называем кедры и вот у наших этих кедров у них макушки раздвоены расстроены расчетвертены потому что белки ну шишки в основном вот там на краешках созревают и растут и белки получается стригают ветки вместе с шишками сбрасывают их они любят такие еще недозрелые и начинает и кедр этот естественно пускать еще дополнительные макушки окно мы чай собирались пить ну а вот мой обещанный урожай помните в начале марта мы с вами высаживали лук вот этот самый лук я в прошлый раз посадила на перо в теплицу а вот этот лучок который был немножко проросший я взяла вот такую баночку от торта и насыпала немножко грунта и повтыкала туда луковицы поливаю хорошо стоит у меня на балконе немножко повел потому что там жарко было я щас полила он придет в себя как видите мы уже давно его щипаем и даже начал начал расти лук уже по второму кругу по второму ярусу я сейчас вам покажу как они вылазят по второму ярусу уже из этих луковичек как видите лук хороший такой плотненький щипаем уже его целый месяц ну не месяц где-то две недельки наверное и самый молодой собирали поэтому я очень рекомендую вам вот такую одну ложечку посадите вам хватит и на салаты разные я в следующий раз поделюсь с вами рецептом еще одного салата со свеклой а сегодня хочу показать вам этот лучок я буду использовать в селедку мы купили классно селедка когда возвращались даче и хочу вам показать как я чищу селедку такой очень очень быстрый способ посмотрите какое филе получается абсолютно чистая ровненько сейчас все расскажу на заднем фоне у меня немножко муж музицирует поэтому слышно музыка но прежде всего хочу сказать что когда я занимаюсь рыбой эту доску для хотя она у меня для рыбы я все равно помещаю в большой пакет либо оборачиваю пленкой но чтобы легче было ее мыть и все равно запах остается поэтому я применяю перчатки и пленку для доски и потом удобно просто снимаешь пакет внутри остаются все внутренности и выбрасываешь хотела вам показать ценник но здесь не видно это обычная тихоокеанская сельдь по 135 рублей малосольная оказалась действительно совсем слабо соленая ой почти живая очень хорошая хотя и не крупная потому что это не алюторская но алюторская стоит у нас 280 рублей за килограмм поэтому мы решили сегодня обойтись вот такой селедочка тем более у нас продавец сказала что на хорошего качества оказалась действительно вполне хороша очень плотная и сейчас вы увидите светлые молоки у нее а у нас свежий лучок который своим ароматом все равно затмит все на свете в чем заключается мой способ я сейчас покажу а пока мы чистим обычным способом обрезаем голову как всегда втаскиваем внутренности хорошо проходимся под хребтом убираем все что там есть и и обязательно вычищаем вот эти темные пленки сначала их ножом а потом рукой легко подцеплять если селедка свежая то сходят они очень хорошо но вот эти вот пленки нужно обязательно хорошо убирать еще я внутри как правило беру бумажное полотенце и промокаю все внутри сейчас я этого не покажу но я на самом деле сделала но чтобы убедиться что внутри а все у нас чисто а теперь в чем заключается тот самый хитрый способ удаления костей и селедки и собственно кожи вот посмотрите у нас вот здесь вот есть хребет мы его немножко оттягиваем от мякоти и стараемся просунуть туда палец просовываем палец между скелетом и филе делаем это очень аккуратненько нежненько и вы увидите как вот эти косточки соскальзывают вернее мясо соскальзывает с костей и сейчас я покажу как все кости останутся на вот этом хребте делать это нужно очень нежно медленно но все получится самое главное что мне в этом способе нравится даже не то что удаляются большие кости легко а то что все маленькие косточки останутся на этом хребте и вам потом не нужно будет с пинцетом или еще как-то их вытаскивать просто проходимся одним потом двумя пальцами и все все прекрасно отходит и также легко нам будет удалить и кожу после этого где такими поглаживающими движениями вот уже она разделилась на две части и и вытаскиваем основной дергаем хвост то что останется на хвосте потом просто обрежем и вот они все косточки посмотрите видите все мелкие которые вам потом пришлось бы вытаскивать отрезаем лишний хвост и теперь я просто рукой прохожусь но те которые отломились кости в основном это большие еще потом краешки и брюшка тоже отрезаю потому что там обычно она плохо чистится и все равно остается часть кожи поэтому лучше сразу их обрезать не жалейте и теперь очень легко мы вот здесь посередине разделяем ее кожа остается целая никуда не девается и просто чулком снимается смотрите как легко раз пальцем провожу и все прекрасно стелось и у вас в руках чистая половинка филе сельди таким образом можно быстро начистить не знаю хоть пять килограмм сейчас я также отделю вторую часть и буду нарезать кусочками просто качестве закуски на тарелочку а еще у меня останется потом две тушки две половинки но одна селедка завтра я сделаю классный салат мой любимый почти селедка под шубой но без майонеза вкус очень похож смысл тоже очень похож но намного менее калорийный салат так что в следующем влоге и обязательно размещу этот рецепт не забудьте подписаться на канал если вы еще не подписаны и заходите обязательно в телеграм-канал как раз телеграм-канале мы печем домашний хлеб я сейчас покажу домашний багет с которым мы будем дегустировать селедочку режу ее маленькими кусочками ну для меня это маленький можно резать меньше кусочки тут уж как вам нравится но естественно выкладываю на яркую красивую тарелку все-таки сегодня пятница праздник кстати обязательно пишите если вам нравится такого формата видео так как их у меня пока немного я только начинаю такую тематику влоговых видео о нашей повседневной жизни с такими рецептами где в одном видео сразу несколько тематик я думаю что это было бы интересно ну и конечно задавайте свои вопросы и по кулинарии и по огороду я всегда буду рада вам ответить у меня кстати есть интересные рецепты по изготовлению кимчи из ботвы редиса и маринованной черемши я обязательно эти рецепты буду повторять но они уже есть на моем канале скоро это ароматное весеннее зелень снова мы будем наших огорода машина обязательно будем готовить эти рецепты так что жмите на колокольчик чтобы не пропустить видео и новые публикации ну вот такой яркий лучок посмотрите какое красивое блюдо получается что еще нужно сюда можно сварить картошечку можно сварить просто рис белый будет тоже очень вкусно и быстро просто готов ужин полезная рыбка немножко можно сбрызнуть маслом если бы это была лютерская селедка я бы наверное не сбрызгала потому что она очень жирная это селедочка менее жирная но еще я обязательно к вечером делаю салат овощной сегодня у меня огурцы помидоры и сыр фета естественно специи из базилика и оливковое масло я без салата если честно не могу хотя ничто не сравнится с огородными овощами с нашими дачными но уже нет сил просто ждать мы практически всю зиму не покупаем вот эти овощи потому что есть воспоминания о лете о летних овощах ароматных теплых теплых помидор помидорах которые кусаешь и они как арбузы сладкие ароматные сочные поэтому просто рука не поднимается купить зимой помидоры но сейчас уже очень охота ярких красок и витаминов поэтому я не удержалась нюхаю помидоры и огурцы в супермаркетах я обязательно нюху чтобы они были ароматные хотя бы ну и вот такой салат со специями сейчас покажу вам багет у меня был рецепт этого багета на в моем телеграм-канале а этот багет был заморожен и сейчас я вернее достала его утром из морозилки так как я пеку сразу много хлеба чтобы не тратить на это время и не греть сря духовку часть хлеба замораживаю а потом в процессе понадобности я его вытаскиваю размораживаю в холодильнике и сейчас я посмотрю покажу вам если хочется хрустящей корочки можно буквально на 7-10 минут его в разогретую духовку поместите корочка будет опять хрустящая сейчас уже конечно хор корочка не хрустящая но по-прежнему мягкий ароматный домашний хлеб а что может быть лучше что может заменить домашний хлеб ничего по моему поэтому жду вас на своем телеграм-канале я высылаю там закваску своим подписчикам абсолютно бесплатно ну и к тому же вы можете сделать закваску по моему рецепту посмотрите какая красота ну а про аромат я уже не говорю я желаю вам приятного аппетита пусть ваш дом будет полная чаша пусть обходят вас ненастья и желаю вам хороших урожаев до скорых встреч